Девушки отдыхают Вот эти фотографии я с детства знаю, потому что бабушка иногда открывала сундук, и иногда можно было посмотреть эти фотографии, эти альбомы. И на меня это не производило особого впечатления. Но в каждом возрасте, и тем более, чем дальше к старости, тем больше ценишь все это, что с детства знал. Это прадедушка, конечно, Сергей Дмитриевич Ржевский умер еще до Первой мировой войны. Но успел уже сделать много хороших фотографий, а кроме того, посадить этот прекрасный сад во Власево. Власево – это было имение Ржевского, а бабушка моя – это его единственная дочка. И выросла она в основном в этом имении Власево, хотя, конечно, была у них квартира в Петербурге. Это имение находится за луховицами. Это Рязанская губерния, Но эта река Осетр впадает в акул. И там такие рощи потрясающие, там лиственные леса. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А Штуржевский фамилия такая. Княжеская, даже Болярская. Я, конечно, не знала, и не знала, что это нужно скрывать. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Прадед из тех самых Ржевских, про которых Пушкин написал араб Петра Великого, прадед прабабушкой. Там вместе служили во время Турецкой войны в Ясах, и он снабжал лекарствами, медикаментами армию. И так это хорошо делал, что был награжден орденами. А прабабушка Екатерина Леонидовна, она устроила какой-то санитарный вагон, и была, служила такой, сестрой милосердия. У них так было принято. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Они были небогаты, жили в основном на жаловании. Губернаторское жалование было, естественно, хорошее. Была квартира в Петербурге, и был он коммергер. За заслуги получал свои чины и звания. А на самом деле это были очень простые люди. Я потом поняла, что толстовство повлияло на всех. На бабушку особенно. Поэтому она и выжила, поэтому и остались эти фотографии, потому что это аристократия, которая умела работать. Главное было в этом воспитании. Главное было, что ребенок должен все время быть чем-то занят. Бабушка родилась в 86-м году. И начиналось ее воспитание с английской гувернантки, что было нетипично для тех времен. И английский она знала до того хорошо, что впоследствии он все-таки ей помог выживать. Для детей была, конечно, няня, но были и кухарки. Но поскольку Сергей Дмитриевич Ржевский был сам большой кулинар, к кухаркам он относился придирчиво. Какая-то пришла кухарка наниматься, он ее спрашивал, что она умеет. А она говорила, куклеты умею и хлебова. Ее не взяли. Чисто деревенская была. При том, что они же были очень демократичны. Они все-таки разговаривали с прислугой на «вы». И вообще любимое выражение у бабушки было потом уже. А фрюток у нас нет. Это она мне уже говорила, что нет, а фрюток надо за собой там убирать. И вообще все уметь делать самой. Сергей Дмитриевич Ржевский, он был хлебосольный помещик. Очень любил гостей, очень любил пикники. Бабушка играла на рояле, немного пела. Гуляла по саду, но при этом спорт. У них был теннис, у них были лошади. Бабушка ездила верхом. Прадедушка Ржевский был такой англоман. И поэтому был глубокий консерватор. Но при этом был нормальный человек. Поэтому ему удалось побывать в Рязани губернатором только два года. Меньше двух лет. Наступил пятый год. Его как раз назначили туда, в эту заваруху, с которой он справиться не мог. Ну, там стали наступать черносотинцы. Там начались еврейские погромы. И он с этим не справлялся. Он там писал государю донесения, что у него вообще на всю губернию осталось сто казаков, которые могут усмирять. И когда начались деревенские бунты, стали поджигать. Некого было, собственно, посылать на усмирение этого. Ну, и потом была дума, уже была губернская дума. И выразили ему такое недоверие, что не могут нас защитить в Рязани. Слава Богу, что теперь я все это знаю. И можно только благодарить тех, кто это сохранил. Сохранила эта бабушка, которую ждала нелегкая судьба, естественно, после революции. Они были изгнаны не только из Ласева, но и из всех своих домов. При том, что в 1918 году они еще не понимали. Они даже лето 1918 года проводили в своем имении. Наверное, думали, что обойдется. Еще никто всерьез не относился к большевикам. А потом оказалось, что нету ничего. И это я, конечно, даже в детстве еще поняла про свою бабушку. Какая ее ждала жизнь. И как остаться вообще с двумя детьми, со старой матерью, со старой нянькой. И одной, без мужа, и без всего. Вообще. Надо было выживать как-то. И при этом сохранился этот огромный сундук, в котором лежали вот эти все и альбомы, и фотографии. Очень редко бабушка их доставала, но все-таки иногда я их видела. Я понимала, что мы из бывших. И что нужно скрывать. Кое-какие фотографии там отец не хотел показывать, кому попало, скажем. На стенках они не висели, портреты предков. Здесь есть такие фотографии, где мы потом поехали с отцом, уже когда он был на машине, уже он был большой начальник. И мы поехали во Власево, я дважды была в этом саду. Там оказался пионерский лагерь. Дома там давно не было. Дом сгорел еще до войны, и бабушка никогда не ездила туда, могла бы. Но не хотела смотреть на разор. А потом мы приехали уже через много уже лет. И оказалось, что все вот такие джунгли. Сергей Дмитриевич Ревский умер в Петербурге, и его повезли во Власево в фамильный склеп. А потом, когда мы туда приехали, уже и склепа не было, потому что камень понадобился кому-то, и вообще все разворовывали в это время. Это уже такие наши времена. Это дед Дезанцев Сергей Васильевич. Про него как-то не принято было говорить в доме, потому что они с бабушкой разошлись еще в 19-м, по-моему, году. Я примерно знаю эту историю. Как его послали в санаторий, у него был туберкулез, у него чахотка была. И его отправили лечиться. И там у него начался роман с какой-то то ли медсестрой, то ли врачом. Он хотел потом вернуться, но уже мальчики были большие. Отец мой, Борис Сергеевич, и старший его брат Дмитрий Сергеевич. А они как-то его не приняли. В общем, бабушка выживала без него, что, может быть, ее и спасло. Држевские ужасно сопротивлялись этому браку. И это можно прочесть в дневниках, но так глухо. Не то, чтобы кто-то стучал кулаком по столу и говорил «никогда», но он очень долго за бабушкой ухаживал. Он тут фигурирует в дневниках вообще в 2004 году. А поженились они в 2008, в апреле 2008 года. И это была какая-то такая, как положено, пышная свадьба. Там вид-то в качестве генерала присутствовал, свадебного. Бабушка была тихая, скромная, но упрямая. И добилась своего. И вот родила дядю Митю и потом моего отца. Это альбом о детстве детей, Мити и Бори. Как они проводят день. Вот пока они были совсем маленькие, бабушка сделала такой альбом. Не хочу больше спать. Пошли гулять. Вот они с какими-то своими колясками, с какими-то сенокосилками, может быть. Вот они с мётлами. Вот их учили даже подметать листья. Садовники это называется. Поехал, это называется. Они же в лошадке играли. Они всё время стулья делали. И стулья в лошадке. Лошадок. Наверное, снимал ещё Сергей Дмитриевич Ржевский. И вот на часах они стоят. А это алмаз приехал, лошадка. Вот эта толстая няня, тётя Поля, которая с ними потом вместе мытарствовала и уехала. Спать пора, написано. Это умилительные такие фотографии. Ну, такие чисто семейные, ни о чём больше не говорящие, кроме как о счастливом детстве. В имении. Бабушка считала, что это правильно, что всё отобрали. Что это, наверное, даже всё и справедливо. За счастливое детство расплачиваться таким образом. И расплачивалась действительно жестоко. Но настолько была стойким человеком, настолько они привыкли с детства много работать, что выжила. Она потом очень жалела, что она не училась в гимназии. Понимала, что это домашнее воспитание её, ну, помешало ей то, что теперь называется социализироваться. Но она была внутренне одинока. Она трудно сходила с людьми, а все свои уже разъехались. Свои либо эмигрировали, либо попали в отдалённые места. Да, и у бабушки очень мало было знакомых и друзей, хотя я запомнила всех. Когда они оказались без ничего, и бабушка пошла в Бонч-Бруевичу и стала просить. И как-то устроить её. То её устроили в лесные поляны. А Бонч-Бруевич был вообще знакомым их дома. И бабушку взяли туда письмо водителям, она на машинке печатала там. Её знания там не могли пригодиться. Да, вот это уже совхоз лесной поляны, который позволил им выжить. Совхоз был знаменитый, потому что это было первое советское хозяйство. Вот говорили, что Бонч-Бруевич основал это, придумал. И дальше уже нанимал людей, ему знакомых. Например, вот Нахимова, с которым бабушка познакомилась, когда она была там делопроизводителем, а он был агрономом. Ну, он из этих Нахимовых. Они откуда-то вместе возвращались. У неё это записано в дневнике, как они узнали своих. Она не видела людей своего круга несколько лет. А тут вдруг они разговаривали на своём языке. И дальше она его полюбила. Таня с бабушкой вместе построили наш лосиноостровский дом деревянный. Двухэтажный. Это первые кооперативы. Продали всё, чтобы построить лосиноостровский дом. Было всё продано. Торксин, все ценные вещи были сданы. И вообще ничего почти не оставалось. Какие-то фамильные драгоценности остались немного. А Нахимов отсидел недолго, года два, и вернулся совершенно больной. И бабушка описывает в этих дневниках, как она ездила к нему в больницу, как его пытались как-то поставить на ноги, и как он умирал. В общем, они... Это такая исповедь, такая любовная. Бабушка хорошо воспитывала детей и в труде. Дядя Митя сначала работал коневом, а потом стал заниматься радио всерьёз. Мальчики опростились. Они оказались вполне приспособлены к советской действительности. Их выдавало только грамотное описание, и то, что они никогда не ругались. КОНЕЦ Отец стал железнодорожником. Дядя Митя стал таким вот радиоспециалистом. Хотя его всё-таки посадили. Но в ссылку. Он сумел там как-то работать, и потом в Красноярске долго жил. Отец, конечно, держался подальше от всякого начальства. В анкете-то он писал и служащих, потому что бабушка служила. Умные всё-таки были родители. И умели ускользнуть за счёт амбиций как раз. Отец сам не пошёл служить Кагановичу, например, когда его звали до войны. Его, как молодого инженера, как такого подающего надежды, звали в какое-то очень важное место. Но он не хотел попадать в эти сферы. То он же вступил в партию в 1942 году, когда его в обком позвали. Он категорически отказался. Он оставался на своём этом инженерном месте. Никуда не просился, никогда не интриговал. Папа привёл маму, Лёлю Елену Ивановну, простую девушку. Ну, простую, но непростую. Мама молодая, очень хорошенькая. Но это она ещё моложе. Это она до замужества. И она была кокетлива, хорошо одевалась, у неё была чудесная фигура. Мама училась после своего ФЗУ, после своего слесарного депо, училась в Ленинграде, в техникуме. И это такой был серьёзный техникум, из которого выпускали инженеров. Так что она стала инженером. Я знаю потом уже со слов мамы, что когда она выходила замуж за отца в 1937 году, что бабушка предупреждала, что нас могут каждый день забрать, посадить, и не боишься ли ты. Но, как ни странно, наша другая линия, не по отцу, а по маме, рабоче-крестьянская. И, как ни странно, больше пострадали от большевиков не вот эти вот по отцовской линии аристократы и вообще дворяне со всех сторон, а как раз простые люди. Она родилась в Девелишкист. В Литве были православные сёла. И там они между собой женились из православных сёл. Они с католиками не общались. Вот эта фотография – это семья мамина. И мама здесь ещё девочка, вот она, и это её отец, вот паровозный машинист. А дядя Митя, мамин брат старший, в 1937 году его посадили. И осталось у него три девочки. Он был уже женат. Его жена Катя пошла работать в столовую. И поэтому потом уже считалось, что она работала на немцев. А как ей было вообще выживать? Это вот фотография, которую я забыть не могу, потому что прислали, как только наладилась связь какая-то, как только немцев прогнали. Вот эта Катя прислала фотографию с тремя вот этими девочками. Валя, Шура и Тамара. И они тут такие какие-то скелетики. И просто написала, спасите, кто что может, всем родственникам скажите, потому что мы погибаем. Потому что они уже в землянке какой-то жили. Потому что после оккупации они же не могли прописаться нигде и никогда. И мама поехала забирать девочек. Я помню, как она расплакалась. И привезла двух из них. Старшую Валю и младшую Тамару. И оказалось, что они не учились. Их немцы гоняли, не успели угнать совсем. Поэтому они несколько лет в каких-то вагонах провели. Куда-то ездили в Ригу, потом в Польшу. Куда-то еще не учились. Они ничего не знали. И Валюш, которая вот старше меня, у нас в Лосинке осталась. Мы же во время войны уехали в Ярославль. Там родился мой брат в 41-м году. В 41-м году мне исполнялось 3 года в октябре. Но я с середины 41-го. То есть вот с начала войны, собственно, я помню много чего. Я очень хорошо запомнила, когда у нас работали пленные немцы. Они приходили попросить что-нибудь там, лук, какие-нибудь витамины с огорода мы носили. А потом они чистили уборные. Их нанимали. Они с удовольствием это делали. И я помню, как я видела близко немцев, потому что их усадили обедать. А бабушка с кем-то говорила по-английски из них, из этих самых чистильщиков уборных. Что немцы могут быть у тебя в доме, это было вообще совершенно уму непостижимо. Но некоторые говорили, что а если бы они победили? И все-таки побеждала такая детская доброжелательность. Все-таки мы чего-то им тащили с огорода. А эта бабушка со мной, на ручках со мной. Это она уже очень постаревшая. Бабушка вообще всегда хотела писать. И писала последний дневник ее. Это дневник 41-го года, когда бомбили уже и лосинку тоже. Бабушка решила из своих дневников 20-х, 30-х годов сделать такую выборку. И все, что хотела, чтобы оставалась, сидела одна под этими бомбежками. Она даже не спускалась в эту щель, которая была у нас в огороде вырыта. И сидела и писала вот эти дневники 22-го июня 41-го года. В Сокольниках передают правила противовоздушной обороны. Все еще кажется, что это не настоящее. Начинаются очереди в магазинах, стоят все за сахаром, за керосином, даже за хлебом. Вечером дома маскируемся, дежурные обходят дом. Когда вернулись в 43-м году к себе в лосинку, то смотрели, что осталось, какие книги сожгли, какие книги уворовали там соседи. Всегда же все приезжали к каким-то разгромленным квартирам. Но, по-моему, сундук оставался там. До 3-4 лет я была очаровательным ребенком. Просто прелесть. А в 4 года все прекратилось. Я даже помню, когда и как я перешла в другое состояние. Это меня повели фотографировать. Вот тут такой непосредственный ребенок, просто очаровательный, даже то, что описывает бабушка в дневнике. Как я, оказывается, не боялась бомбежек. Как я, оказывается, в эту щель с удовольствием лезла и всех еще туда тянула. Она меня называла Таля и рассказывала, какой мне сон приснился. И мне так весело было, что бомбежки, что кто-то там летает. А вот 4 года меня как-то повели фотографировать. И вот я так ненавидела это дело, когда меня одели в красивое платьице, когда мне показывали, как нужно стоять, куда нужно смотреть, там птичка вылетает. Ужас. И все. И у меня стали с мамой портиться отношения. И потом это продолжалось всю жизнь. Да, это мама возле книжных полок, которые вот стоят тут у брата, который, я помню, всю свою жизнь я спала в этой комнате. Здесь стояла всякая железнодорожная литература, как сейчас помню. Ну, все время корешок, рельсовые цепи. А, это я пионерка, причем дрессированная. И я все время этим хвалюсь, потому что редко кто успел в пионерском возрасте бороться за мир во всем мире, например. И свой камень положить в холодную войну. Я знала все стихи Симонова «Друзья и враги». И я почти что стала сталинисткой настоящей. Что сейчас странно, странно даже подумать. Но нас настолько адресировали, что я читала со сцены на вечерах, там, в школе, например. Я читала «Сталин вот сейчас на заседании по привычке ходит вдоль стола. Пусть все это строчками, стаустами кто-то до меня успел сказать. Видно, в этом так сошлись мы чувствами, что мне слов других не подобрать. Я помню, как я вот читала стихи Симонова эти и ходила вокруг Кремля. Я все смотрела наверх. Действительно, Сталин ходит вдоль стола. Есть ли там, светится ли там окошко, где должен Сталин ходить вдоль стола с трубкой. А я вот такая вот была пионерка на почве Симонова. И литературный кружок уже стала ходить. Это уже был мой собственный выбор. Это мама с нами двумя. У нас было счастливое детство. Как ни странно, гораздо более счастливое, чем у большинства современников. Наших вокруг все жили в коммуналках, жили в бараках, в вагонах. В классе в нашем было очень много народу, потому что приезжали из деревни от голода. А наша жизнь была все-таки другой, потому что отец был главным инженером, главка. И был бесплатный билет, и мы путешествовали. Отца видели мы, конечно, редко только по праздникам. Но он стал лауреатом Сталинской премии. Папа был, конечно, путешественник. Он недаром пошел на железную дорогу. Он очень любил вообще разъезжать, путешествовать. И были санатории и детские, вот эти лагеря. Вот мы на море первый раз были с братом Юрой Макапсе. Это был округ Ростовская. Это железная дорога, северокавказская, ростовская. Вот это был их лагерь. Но нас всюду пускали. Я в школу-то я пошла в Лосинки. И сразу во второй класс. Потому что была уже хорошо обучена писать, читать умело. Бабушка старалась вообще меня научить английскому языку. Но я не поддавалась. Я говорила, что зачем мне? Не нужно. Убегала. Бабушка плакала. Она была хорошей учительницей. Английского мне хватило до конца школы. Того, что мне бабушка дала в детстве. А в школе у нас третьего класса был. Английский, кстати говоря. И там мне было скучно на уроках на этих. Один раз я даже так и высказалась. А мне скучно. Школьные фотографии остались. Их мало, но они для меня драгоценные. Потому что вот в отличие от теперешних детей, и которые вообще не помнят, где и как они учились, я так посмотрела и могу про каждую из девочек рассказать. Это еще были вот эти годы, послевоенные, когда приходила фельдшерша и проверяла на вшей и на чесотку. Когда выгоняли полкласса, потому что приехали из деревни, кое-как жили и вшей, и чесотка. И очень важно и становилась санитарка. Она могла сказать, могла и не сказать, когда проверяла. А на меня, я помню, сразу повесили какое-то обозначение, что я санитарка, а потом я была еще и председателем отряда, когда в пионеры вступила. А это мы уже в старших классах, и тут я сижу на самой последней парте, что меня никто не видел. И это уже серьезные разногласия были в классе. Вот с этой девочкой я подралась, например. Потому что дело врачей. Когда я уже понимала, что в газетах пишут неправду. Но была передовая, они убили нашего Горького, они там, я не поверила. Показали мне эту газетку, а я уже была все-таки из литературного кружка, и я уже понимала по стилю, когда пишут неправду. И вот тут я впервые усомнилась в своем любимом Сталине. Но в классе начался легкий погром. И вот эта девочка, от которой я совершенно не ожидала, стала говорить, что и правильно, и правильно, вот эти евреи, значит, которые там задушили. доктор Фердман ухо, горло, нос, вел себя как Тельман, идя на допрос. Была потом такая частушка, гораздо позже. А тогда в нашем классе это очень обсуждалось, потому что очень сильно отличались разные слои общества. Да, школа, конечно, была временем смятения. Я в комсомол-то поспешила, в 13 лет аж. Меня приняли в комсомол. Но тут же как раз и случилась вся эта история с врачами. А потом умер Сталин. И я увидела, как это происходит. И я совершенно не собиралась идти на эти похороны. Мама взяла слово, что я не пойду туда, в центр не полезу. А я не собиралась. Я наживала в себе эту скорбь по Сталину изо всех сил. Но не удалось. Спасибо великому Сталину Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok